всем доброго времени суток вы на канале ну что свяжем я оля мой канал обозорах крючком рада приветствовать новичков и гостей на своем канале добро пожаловать заходите на канал не стесняйтесь гуляйте по нему смотрите видео обязательно ставьте лайки подписывайтесь и нажимайте на колокольчик своим постоянным зрителям подписчикам подписчица мастера мастерицам отдельный привет слова благодарности спасибо вам большое за вашу поддержку я сегодня к вам с новым узорчиком с ниточками с которым мы уже вязали они метод перемотанные да ну что это за ниточки это вот такие же ниточки называются они alize diva я вязала из желтых ниточек кофточку туничку летнюю да кому интересно можете вот здесь вот посылочки наверху посмотреть вяжется для любого размера сегодня хочу показать из этих же ниточек другой узорчик и так это ниточки alize diva здесь получается в моточках в 100 граммах 350 метров состав у них получается этих ниточек стопроцентная микрофибра и цвет я уже сожалению не помню очень интересный очень яркий на камеру передается как нам есть на самом деле и смотрите здесь нам советует производитель берите крючок номер от единички до троечки я в принципе вязала троечкой меня устраивает данная плотность вязания вы можете брать крючок поменьше вы можете брать крючок средней толщины побольше зависимости от того как вам нравится но естественно вы берете пряжу любую крючок выберете соответственно который данной пряжи который у вас есть то есть не обязательно брать точно такую же пряжу как у меня и так раппорт узорщика сегодняшнего будет равняться 6 петелькам и мы сами наберем получается чтобы красиво у нас закончился узорчик 30 одну воздушную петельку хорошо и так все как всегда в начале мы сами делаем петельку фиксации а потом набираем 30 одну воздушную петельку поехали раз два три вот наш будущий образец далее что мы делаем по узорчику получается 3 петельки подъема раз два три теперь отсчитываем от крючка пятую петельку раз два три 4 5 накид ныряем вот в пятую петельку вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки это будет у нас столбик с накидом есть далее накид следующий столб получается петельку ныряем и провязываем столбик с накидом так это нас с вами получается самый первый столбик 3 петельки подъем это тоже столбик дома за него кромочным а теперь паузорчик у 1 столбик 2 столбик мы должны сделать 5 столбиков 3 столбик с накидом 4 столбик с накидом и 5 столбик с накидом вместе с первым кромочным да у вас получится 6 столбиков здесь правильно идем дальше воздушная петелька и пропускаем нашей цепочки вот пропускаем одну петельку и в следующую петельку провязываем столбик с накидом и сейчас будем провязывать 5 столбиков с накидом то есть это 1 далее у нас идет 2 3 идем аккуратненько по петелькам цепочки 4 5 и воздушная петелька сделаем вот такого-то кошечка вот ведь наше окошечко 1 после пяти столбиков окошечко 2 то есть мы пропускаем одну петельку в цепочке и следующую петельку провязываем опять столбик с накидом и будем провязывать точно также 5 столбиков с накидом поняли да то есть 5 столбиков с накидом воздушная петелька 5 столбиков с накидом воздушная петелька 1 2 3 далее 4 далее 5 и после пяти столбиков воздушная петелька окошечко формируем воздушная петелька а получается в цепочке пропускаем одну петельку и так далее до конца ряда смотря сколько вы набрали воздушных петелек для у вас должны получаться вот такие вот как бы вагончики с окошечками поняли да давайте до конца ряда в конце ряда я вас встречаю смотрите вот мы провязали наши вагончики практически до конца ряда вот я сделала 5 столбиков и последний как бы кромочный делаю 6 столбик то есть последнюю петельку цепочки ныряю провязываю 6 столбик с накидом есть далее воздушная петелька поворот сюда же опять ныряем верхушку этого же столбика и провязываем столбик без накида есть далее вот наши пять столбиков раз два три 4 5 и мы за верхушки этих столбиков беремся и провязываем столбики без накида 1 2 3 4 и 5 далее у нас по узорчику лет воздушная петелька окошечко и мы сделаем вот так вот воздушную петельку и перепрыгнем через окошечко в следующие пять столбиков и опять провязываем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 у нас дальше воздушная петелька и мы делаем воздушную петельку понятно да то есть мы повторяем все то же самое только не столбики с накидом а столбики без накида хорошо все давайте до конца ряда в конце ряда я встречаю смотрите вот на провязали аккуратненько ровненько и последнее шестое получается наш как бы 3 петельки подъема кромочный столбик до ныряем получается самую третью петельку верхнюю и провязываем точно также столбик без накида все так мы ряд наш закончили далее опять 3 петельки подъема 1 2 3 поворот а вот здесь вот смотрите будьте внимательны сейчас вот мы эти наши пять столбиков которые были без накида мы будем провязывать их но с особенностью и так накид и вот первый из пяти столбиков до ныряем верхушку первого столбика вытягиваем ниточку провязываем 2 петельки стоп дальше 2 накида и теперь будьте внимательны вот у нас получается было пять столбиков раз два три четыре пять берем там где третий столбик так сделали 2 накида 3 столбик окружаем сзади наперед как мы перевязали рельефные столбики лицевые вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки 2 петельки понятно а вот три петельки когда остались на крючке мы их провязываем вместе у нас получился вот такого 3 рельефные столбики он получается еще опускается у нас к самому самому первому ряду далее смотрите у нас остались 4 столбика правильно мы должны провязать 3 столбика следующих то есть четко так по столбикам идем за верхушечки беремся 1 следующий 2 следующий 3 так у нас остается последний столбик на моего пока не провязываем опять делаем 2 накида и возвращаемся опять к третьему столбику который мы провязывали вот мы так в него вернулись быть не вытянули получается ниточку точно также провязываем рельефным и по 2 петельки 2 2 а теперь накид да то есть провязывать также не до конца и вот наш последний столбик мы получается в него ныряем вытягиваем ниточку провязываем 2 петельки и только теперь все три петельки вместе понятно об вина с вами получается вот такая вот рогатка объемная далее по узорчик у нас воздушная петелька была и мы делаем воздушную петельку далее повторяем такую же самую объемную рогатку и так в следующий столбик нырнули вытянули ниточку провязали 2 петельки стоп накид накид дальше считаем 1 2 3 к третьему столбику подошли захватили столбик сзади наперед как рельефный вытянули ниточку провязываем 2 петельки 2 петельки стоп а теперь все три петельки вместе далее продолжаем следующие столбики вот он получается один провязали следующий 2 3 4 провязываем столбиками с накидом 2 столбик с накидом 3 столбик с накидом и 4 столбик с накидом далее нас остается 5 столбик но мы его не провязываем и начали сделаем вторую ножку для нашей рогатки 2 накида возвращаемся опять к третьему столбику захватываем его сзади наперед как рельефный столбик вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки 2 2 2 петельки остались на крючке накид и вот наш получается последний столбик мы вот в него верхушечку ныряем вытягиваем ниточку провязываем 2 петельки и остаются нас 3 петельки и 3 вместе об все вот нас 2 рогатка вот получается за счет таких вот рельефных столбиков с двумя накидами вот такая вот объемная красота получается все и опять дальше то же самое воздушная петелька опять рогатка рогатка рогаткой в конце ряда я вас встречаю договорились давайте что перематывайте чуть-чуть назад смотрите как эти рогаточки сделать несложно вас получится так смотрите вот мы провязали наши рога тачки все ровненько аккуратненько и у нас с вами остается последний кромочный столбик помните да накид и делаем в петельку крючок вводим вытягиваем по 2 петельки провязали все далее воздушная петелька поворот и провязываем точно так же как мы провязывали второй ряд там где у нас столбики мы провязываем столбики без накида 1 2 3 4 5 там где воздушная петелька помните да мы оставляем воздушную петельку перепрыгнули наша кошечка и пошли дальше опять по столбикам там где у нас получается столбик с накидом и провязываем за верхушку столбик без накида то есть пять столбиков без накида 1 воздушная петелька 5 столбиков без накида 1 воздушная петелька понятно да ряд несложный все давайте до конца ряда в конце ряда я вас встречаю ровненько аккуратненько смотрите вот наша изнаночка до растет красота и смотрите последние 5 нас остается столбик там где делали петельки подъема мы опять встречу петельку подъема ныряем и провязываем столбик без накида все ряд закончен опять 3 воздушные петельки и теперь наша с вами задача провязать точно такую же получается рога . который мы провязывали вот здесь понятно и так повторим первый столбик мы провязываем не до конца два накида опять считаем наши три столбика раз два три вот мы видим там где ножка наши рогатки к третьему столбику присоединяемся провязываем рельефный лицевой столбик с двумя накидами но тоже не до конца 2 2 петельки стоп а дальше 3 петельки вместе об все дальше провязываем оставшиеся столбики 2 далее 3 4 столбик с накидом а когда остается 5 так опять делаем два накида возвращаемся к нашему столбику делаем рельефный столбик до около третьего столбика танцуем и провязываем 2 петельки 2 петельки стоп накид и вот нашу последний столбик провязываем столбик с накидом тоже не до конца 2 петельки стоп и 3 петельки вместе об все вот еще наша рога . и вот такой вот у нас получается объемчик воздушная петелька по узорчику и опять же пропускаем окошечко делаем до получается по петельку пропускаем из следующего столбика продолжаем вязать нашу рогатку все получается два ряда и узорчик готов в одном ряду вы делаете рога . в другом ряду возвращаете столбиками без накида рогатки столбик без накида рогатки столбик без накида увеличим наш образец на несколько рядочков давайте и посмотрим что в итоге получается то есть встречаемся через несколько рядочков так смотрите вот и провязала несколько рядочков посмотрите внимательно да вот так вот видно рельеф объемчик вот такие вот объемные рога тачки класс вас изнаночка простая обычные столбики а рельефные столбики получается это лицевая сторона вот такие вот елочки рога тачки как интересно назвать я считаю что идеально будет вариант для топика да на лето не сильно просвечивает не сильно дырявчика на то же время дышит класс давайте замерим и так если этой же пряжей этим же крючком да есть например этой же плотностью вязания и у меня здесь получается ну посчитаем что одна рогатка это два ряда правильно раз два три 4 5 6 7 8 рога тачек это получается у нас 16 рядов получается последний ряд я не провязала но возьмем вот этот вот набор на 16 рядов и так получается 31 петелька это у нас будет 15 сантиметров а 16 рядов но рядочки получается будут маленькие это десять с половиной сантиметров классно ну конечно воздушных петелек мало но они есть вот так вот будет тянуться и вот так он будет тянуться так конечно тянется лучше намного вот такая красота вы конечно можете сочетать вы можете делать например два рядочка одним цветом 2 рядочка другим цветом дату вас получается вот эти рога тачки будут разных цветов вы можете ниточку взять меланжевую да пусть будет потихонечку цвет переходить очень будет классно здорово вот именно для летних вариантов а также смотрите если возьмете ниточку потолще то может быть отличный шарфик с нудик так и естественно что это может быть ну помимо маечек топиков сумочки до кардиганчики кофточки тоже может быть как летний вариант так и зимний вариант классно шикарно я думаю да обязательно попробуйте смотрите он не сложный но эффектный и так надеюсь видео вам понравилось не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал кто счет его не сделал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новинки делитесь друзьями с подружками внизу стрелочка поделиться и нажимайте на плюсик так вы сохраняете видео к себе на свои плейлисты и можете посмотреть в любое удобное для вас время всем ровных петелек встретимся в новых видео пока 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 пока